Доброе утро! Это рассвет, 7 утра. Тут связь появилась, поэтому сейчас буду отправлять сторисы. Как раз приходят всякие сообщения. 7 утра, рассвет, лагерь просыпается. Я чуть-чуть выше поднялся, чтобы поснимать эту красоту. Справа сейчас был рассвет, а вот это все лежит туман. Как море получается. И вот там островками горы видно. Конечно. Красота неописуемая. Я надеюсь, что у нас еще такое будет на протяжении маршрута. Еще немного пейзажа, а я поболтаю. Не обессудьте. Сторис будет не в хронологическом порядке, так как связь здесь то появляется, то прерывается. Часть сторис успевает опубликоваться. Часть погружается, потом не публикуется, потому что сеть пропадает. Поэтому сторис не в хронологии будет. Что касается вчерашнего дня. Все относительно прошло хорошо. То есть мы от самого воловца, от ЖД вокзала поднимались постоянно вверх. Было тяжело. Некоторые участки старой тропы были завалены и заросли. И ими, насколько я понял, перестают пользоваться. Сделали новые обходы маршрута. Ну, совсем маленькие. Они тяжелые и достаточно вертикальные. В целом, все дошли. Были те, кто немножко страдали в силу физической подготовки или того рюкзака продолжим. Вот и наш лагерь, я уже до него спустился. В общем, короче, дошли все. Кто-то страдал больше, кто-то страдал меньше. За кого-то приходилось снести рюкзак. Кого-то чуть-чуть разгружали. Где-то немножко было слезок. Ну, действительно, потому что подъем достаточно крутой, достаточно тяжелый. Вот, и он постоянный, и дети после лета достаточно размягшие. Вот, поэтому в целом, в целом хорошо. Сейчас вот в 7.15 уже лагерь потихоньку начал вылазить. Будем сейчас дежурные назначены. Будем готовить завтрак. Сейчас видно пока что не всех. Вот наш лагерь. Две палатки здесь. И четыре палатки здесь. Очень маленькая поляна для постановки, но мы разместились. Наконец-то поднялись на гору. Называется Воскресенский верх, или в простонародье Цитька. Ее высота 1219 метров над уровнем моря. Это облака, которые уже... Ну, точнее, не облака, а это туман, который начинает подниматься, превращаться в облака. Ну, он уже немножко подрассосался, потому что мы пособирались. А вот, собственно, гора. И всех, кто дошел сюда, пока что дошли все. Что, ребят, жалуйтесь? Соберите нас отсюда! Ну, в общем, настроения разнятся. Кого-то надо забрать, кому-то по кайфу. В общем, будем дальше идти. Наш маршрут вот туда пролегает. Сначала на эту гору, сюда этот эмнатик, ну и дальше по маршруту. Да, сложно найти, как красиво. В общем, долина, освещенная едва солнцем, а остальное закрывает облака. Сейчас мы под горой. Волыкий вверх и высокий вверх. Да, те, кто идут максимально быстро. А сзади у нас кусок группы, которые конкретно так отстают. Вот это вот все. Вот все дети наши. Они очень сильно отстали. Мы их на горе подождем. Вот, Наталина, конечно, шикарнейшая. Облака, ну, у нас переменчивая облачность и достаточно холодно. Но мы одеты и подготовлены. Значит, все шикарно. Вот так мы укутаны ветровочке. У меня тут, кстати, прицеп к моему рюкзаку. В общем, несу два рюкзака. В смысле, если бы не было. Да, шикарно. Пока буду снимать панораму, расскажу. Значит, мы поднялись на самую высокую гору на нашем маршруте. А именно, гора Великий Верх. Высота 1598 метров над уровнем моря. Сейчас по всякому подоходит. Пока поснимаю панораму. Сейчас все ближе подойдут. Я не знаю, слышат или нет из-за ветра. Вот так выглядит сейчас вершина. Кстати, она изменилась по сравнению с тем, что было в прошлый раз. То есть здесь была искореженная конструкция зимой, когда я здесь бегал. Сейчас вот флаг повесили с новым штоком. Крест такой достаточно основательный. В общем, выглядит интересно. Вот первая часть группы. Сейчас все дойдут, всех поснимаю. Так, а вот герои, которые покорили Великий Верх. 1598 метров который. Не самая высокая гора, конечно, но приключения были грандиозными. Так, да, да, да. Вот так он шел. Вот так, вот так. Калинди, Калюня. Так, это наши дежурные деребанят шоколадочку. Сейчас будем праздновать покорение вершины. Вон Юль Петровна Папарацци сейчас будет нас снимать. Потом родителям скидывать фото. Тихо. Так, девчонки. Так, я помню, Милана просила, Милан, закройся. Просила меня не снимать. Ну, просто девочки точно знаю, хотят. Все. Все, мы взобрались. Это, грубо говоря, информация для родителей. Эта точка является экватором нашего похода. Не по дням, не по километрам, а по вершине. То есть, это самая высокая точка на нашем маршруте. В общем, до Болтаю это экватор. И дальше будет легче, скажем так. То есть, самую трудную часть мы там и прошли. Дальше будут полудневки, возможно, дневки.